всем привет сегодня мы улучшим производительность ноутбука lenovo за счет замены жесткого диска твердотельным накопителем при этом жесткий диск ноутбуке останется и все файлы на нем будут сохранены для этого мы будем использовать sata second hdd caddy или по-простому переходник для sata накопителей который вставляется вместо дисковода в ноутбук а также у нас руках ssd kingston a400 на 120 гигабайт у меня был уже опыт использования этого накопителя и в принципе скажу что он достаточно неплох кто бы что не говорил у меня есть видео обзор на этот накопитель ссылочку на который я оставлю в описании также в том видео описывается способ копирования операционной системы на новый накопитель со старого жесткого диска ну а теперь переходим процедуре замены дисковода на переходник с накопителем пока что вставляем ssd в переходник для того чтобы установить на него операционную систему от копирования старой операционной системы на новый ssd было решено отказаться так как старая была вся в вирусах и полностью глючила да и вообще если вы хотите получить хороший эффект установки ssd лучше ставьте на него новую операционную систему сейчас вы видите процесс разметки накопителя для новой операционной системы теперь выбираем новый том и нажимаем далее после чего нам остается только лишь дождаться окончания установки он а и и и и и так как ключ вшит в биос. Также вы можете ознакомиться с параметрами данного ноутбука. Ноутбук хоть и старый, но достаточно мощный. Далее было решено переместить SSD на стандартное посадочное место SATA в ноутбуке, а в свою очередь жесткий диск переместить в переходник, так как урезание скорости через переходник имеет место быть. Поэтому, если хотите получать полноценную скорость от SSD, обязательно ставьте его на стандартное установочное место накопителей. Также хочу вас предупредить о имеющихся стандартах этих переходников. Существуют их два типа и разница в ширине. Есть 12,7 мм, а есть 9,5 мм. Поэтому перед покупкой узнайте, какой дисковод установлен в вашем ноутбуке, тонкий или широкий. Но если в вашем нетбуке или ультрабуке и вовсе нет дисковода, то такая схема у вас не прокатит. Перед установкой SSD в стандартное посадочное место ноутбука необходимо открутить салазки из жесткого диска и установить их на SSD, чтобы впоследствии после установки его прикрутить на стандартные посадочные места. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь нам необходимо произвести некоторые настройки. Обязательно устанавливаем SATA контроллер ACHI, ну и устанавливаем SSD на первое место в приоритете загрузки. Теперь форматируем раздел на жестком диске со старой операционной системой. Далее нам необходимо убедиться, что SSD определяется как твердотельный накопитель, иначе нам понадобится включить Trim режим. Далее в разделе загрузки удаляем все записи о старых операционных системах. А теперь смотрим, что у нас получилось и получаем фиаско. А именно мы получаем артефакты там, где должна быть анимация загрузки Windows. И если принудительно выключить ноутбук, затем он загружается нормально. Все это лечится очень просто, мы просто обновляем операционную систему и устанавливаем все необходимые драйвера, после чего артефакты исчезают. А теперь смотрим, как же быстро стал загружаться ноутбук с новым накопителем. Вы просто представления себе не имеете, как он долго загружался раньше. Теперь все исправлено и хорошо. Ноутбук готов к работе. Бонусом можете посмотреть еще на один ноутбук Lenovo, который также получил операционную систему Windows 10. Сам процесс установки я не снимал, но предлагаю вам ознакомиться с характеристиками данного компьютера. На процессоре Ryzen 3 4300U. Если честно, в ролике я устал, потому что мне понравился дизайн данного ноутбука, и я хочу показать его вам. На этом я хочу завершить данный ролик. Обязательно оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, будет огромное количество хороших и полезных роликов. Летняя суета закончилась, и теперь я займусь каналом вплотную. А вам всего хорошего, доброго здоровья, всем пока!